Анатолий Петрович Четнов, он хорошо известный, тем не менее позволю себе зачитать те регалии, которые его характеризуют. Академик Раен, Академик Академии Инженерных Наук, Академии Немпрохорова, Академии Военных Наук, Академии Качества, член-корреспондент Российской Академии Ракетно-Артиллерийских Наук, гауреат государственной премии, президент и председатель Совета Директоров Акционерного Общества Двигателя Владимира Климов-Моторсич, генерал-полковник, бывший начальник главного ракетно-артиллерийского управления и начальник вооружения Министерства обороны Российской Федерации. Я предлагаю послушать Анатолия Петровича Четнова с его мудрым докладом, сообщением, которое называется, как в прошлый раз, «Негласное». Александр Евгеньевич, спасибо за предоставленную возможность. Я вас всех приветствую, поздравляю с наступающим праздником и хотел бы пожелать дальнейшего такого же радостного, активного стремления к познанию и преодолению всего, что у нас есть. Предыдущий докладчик, который рассказывал про опознанный летающий объект, я повторюсь, в тот раз я выступал, говорил про это дело. Там, где есть проблемные области, проблемные моменты, НЛО всегда присутствует. Кто работает с интернетом, должен четко понимать, НЛО не покидает Японию, НЛО не покидает Мексику, Южную Африку, ну и на нашей территории они не последние. Хотел бы отметить одно, что вопрос про НЛО, он становится все более, как бы, актуальным. Мой коллега будет выступать по Челябинскому метеориту. Так много было сказано, но решение по Челябинскому метеориту настолько напугало Америку, что они примерно два месяца истерично объясняли, какая мощная ПВО в России, и она даже сбивает Челябинский метеорит. Скорость движения Челябинского метеорита была где-то близка к 18 км в секунду. Но я хотел бы не об этом поговорить. Дело в том, что у нас есть различные области, которые мы с вами делимся воспоминаниями и все остальное. В настоящее время болезненные проблемы и истерика на всех каналах, которые инициируются в отношении Северной Кореи и всего остального, которые называются ядерная война. Мы их победим, мы их отменим. Любая ядерная война на нашей земле – это конец цивилизации. Такие концы уже были. Сейчас все больше начинают рассказывать о применении ядерного оружия 36 тысяч лет назад и так далее. Значит, хотелось бы, чтобы нас допустили с вами к такому богатству, как библиотеки Непала и Тибета, где книги написаны 26 тысяч лет назад, переведены 16 тысяч лет назад. Здесь у нас был Молдашев, он иногда рассказывает про эти вещи. Но дело-то не в этом. Дело в том, что мы все больше начинаем углубляться в историю нашей с вами страны. И наша история, особенно если ее начинаешь анализировать по ключевым вопросам, она нас все больше и больше удивляет. Вот понимаете, начался очередной 21 век. И если мы пять веков назад отступим, то мы получаем ту же картину, которая у нас сейчас. 1612 год нам с вами всем известен. Пляки, война. Но это война Ватикана против православия. Дальше война Петра I со шведами. Тоже начало 18 века. Не удалось, все равно победили. Дальше война Наполеона 1812 года. Тоже не удалось. Хотя все время против нас идет вся Европа. Европа, не Франция же воевала, а вся Европа воевала. Первая мировая война. Опять воевала вся Европа. Дальше. 1941 год. Сейчас же все молчат. И мы с вами отмечаем День Победы 9 мая. А весь мир отмечает День Примирения 8. И если говорить по этим цифрам, да, то получается, что на стороне Гитлера воевала вся Европа. И помните, был такой термин аншлюз. Все сдавались на доброе имя любимого Гитлера. Объединялась вся Европа, объединялась вся промышленность для того, чтобы окончательно разрушить и уничтожить Советский Союз. Не получилось. Почему? Потому что все забывают слова Бисмарка. Не надо воевать с Россией. Россия после каждой войны расширяется все более в границах. Если кого-то интересует, почитайте. Очень хороший материал финского блогера. Мы, кстати, не пишем сами о себе. А Фин пишет о нас. И говорю, Россия за время своей многовековой истории дала жизнь только в последнем столетии 70 государствам. А Америка уничтожила даже несчастные индийские народы. Так вот, как мы с вами живем? Мы живем с вами по 12-летнему циклу. Если взять 1893 год, кто-то помнит, что это за год? Посмотрите, вы спали. 1905 год. 1917 год. 1929 год. 1941 год. 1953 год. Смерть Сталина, да, помните? Потом 1965 год. Пришел Брежнев в 1964 году. 1977 год. Полная трансформация и политбюро. Значит, усиление армии за счет прихода Дмитрия Федоровича Устинова и так далее, и так далее. И хочу вам сказать, за этот период промышленные мощности Советского Союза были удвоены. А дальше, в 1989 год, пришли соглашатели, доброжелатели, корпоративные решения. Ну, развал Союза. 2001 год, Владимир Владимирович, 2013 год, ничего вам не говорит. Начало войны, начало смуты. Следующее возрождение, как всегда, в 1924 году закрыли НЭП и началось преобразование. Вот тот период Советского Союза, который был с 1924 по 1941 год, является самым ярким примером в истории от разрухи для доцивилизационного общества. Рост, производительность труда и все остальное уже после войны составляло 146 процентов. И вот все говорят, уничтожились только народы. А кто воевал-то? Кто восстанавливал страну? У Гитлера на востоке Германии погибло 9 миллионов 200 тысяч. У нас погибло 13,5 миллионов. Но с войной с Японией это на фронтах. Я не говорю, сколько погибло вообще. Но Гитлер наступал год, а мы наступали три. Тот, кто наступает, потери имеет три раза больше того, кто обороняется. Я почему взавел этот разговор? А к тому, что мы сейчас все на истеричном таком телевизионном шоу, что скоро война, туда-сюда. Пока ядерное оружие есть в России, которое хотели уничтожить в 2000-м году, мы непобедимы. Поэтому я вам желаю здоровья, благополучия и празднуйте, радуйтесь. Россия была, Россия будет. Спасибо. Спасибо. Антон. Извините, я побежал, там у нас, как всегда, все бегом, все сразу. До свидания. Спасибо, Антон Трофимович. Был. Спасибо.